Бригадира срочно ко мне! Я здесь, товарищ главный завхоз! Докладывайте кушке показатели! При данной мотивации надои выросли на 320%! Меняем мотивацию! Мууу! На муууууууууууу! Ай, коровка! Ай, молодец! Товарищ главный завхоз, надои выросли еще на 10%! Уже уносить не успеваем и ведра заканчиваются! Подгоняйте молоковоз! Будем доить право в него! Ну что, следующую мотивацию ставить будем или как? Пока подождем! Ты ж видишь, она доится как заведенная! И что, не дай бог, утонем! Ну как дела, Безголовченко? Как на дои? Товарищ председатель, докладываю! На дои увеличились до бешенства! Вот, Безголовченко, я всегда говорил, чтобы добиться результата, главное – правильная мотивация! На мууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу На муку! Да вы шо, совсем страх потирали? Это ж твоя так называемая мотивация, Безголовченко Это самый настоящий фейк, сварганенный в провокационных целях в Польше на день его снепа А что такое фейк? Это что, неправда? Вроде вранья про то, что часть бюджета нашего колхоза спратана на вражеских заграничных счетах? Фейк, Безголовченко, это хуже неправды Фейк это такая гнусная и беззастенчивая правда От которой у меня последние волосы на голове дымом становятся Кто сказал, что есть вопросы к председателю колхоза Что программа подберла по развитию села Снова вас обманули, фейков вам наплели Будто в офшоры вывел я колхозные рубли В интернете враг коварный, рассекретил наши тайны Я найду источник зла, докажу сейчас козла Снова вас обманули, фейков вам наплели Главное, чтоб на правды вы добраться не смогли В запале войны против руководства нашего колхоза Западные клеветники переходят все границы Достаточно вспомнить жуткий фейк на счет 840 миллионов долларов Которые хранятся в заграничном офшоре у сына нашего дорогого председателя Перетрахченко Сейчас на ваших глазах эту бессовестную и наглую ложь Развенчает главный кассир колхоза Товарищ Караул Развенчивайте, пожалуйста Действительно вранье Зачем нашему председателю офшор за границей Когда у него дома есть колхозный бюджет И никто не понимает, по каким схемам оттуда выводятся деньги Слухайся, Броука А правда, что Перетрахченко послал усих пенсионеров со словами У меня для вас на повышение пенсии денег нет Эта подруга самый настоящий и самый беззастенчивый фейк На самом деле Перетрахченко сказал просто и доходчиво Товарищи пенсионеры, идите нахрен Вы мне вот что скажите До каких пор мы будем терпеть в нашем колхозе все это вранье Все эти фейки Как не пройдусь по колхозу, только и слышно У председателя Бойнги, у председателя Маймахи Это точно Нагло врут, что у вас 19 резиденций Хотя их всего 18 Вот ей говорю, безобразие Надо положить этим фейкам конец раз и навсегда Они же подрывают стабильность в нашем колхозе А между тем наша стабильность процветает Ведь каждому должно быть очевидно Что годы идут, а мои обещания не меняются Наташа, огласи нам всем список западного вранья Зачитываю, товарищ председатель Врут про отсутствие свободы слова Врут про наличие политзаключенных Врут, что вы каждый год выклянчиваете у славянского брата Миллиардные кредиты Что вы пиратским образом посадили какой-то там самолет И самое последнее Врут, что вы через свой колхоз переправляете на запад Каких-то мигрантов Причем за бесплатно Забесплатно? Ну вот видите? Забесплатно Когда я что делал забесплатно? Товарищ Перетрахченко, разрешите вопрос Валяй, позаронок А то, что у вас стальные яйца Это правда или тоже фейк? Ты, я вижу, позаронок, не сдержанный человек Заруби себе на носу Фейк-фейку рознь Я почему спрашиваю, товарищ председатель Меня как раз посетила идея Что если мы займемся импортнозамещением И в ответ на вражеские фейки Будем повсюду рассказывать о ваших стальных яйцах Молодец, позаронок На лету схватываешь Я даже скажу больше, товарищ председатель Мы уже организовали в нашем колхозе Свою фабрику фейков И подключили к работе над ними БРЦМ Ничего не понимаю Лавр Я здесь, Владимир Владимирович Ботокс? Бункер? Это что еще за намеки? Ты это читал? Кохму про ботоксного в бункере? Хе-хе-хе-хе Смешно, конечно А вот мне не смешно Не понимаю, чьих это рук дело А что тут понимать? Это дело рук того, у кого стальные яйца Про которые написано на второй странице Это ты на Шуру, что ли, намекаешь? Ну да После того, как он у себя в колхозе фабрику фейков организовал Ему вообще башню снесло Дебил, бля Пишет, что все вокруг козлы И только у него стальные яйца Но как он может? Он же мой славянский брат Да какой он брат? Он Каин Точно Каин Такое про меня пишет Что вообще Мама, не горюй Вот смотри На третьей странице Фейк, что я, как Буратино Греюсь у нарисованного камина Ах это Ну, про камин это не Шура Он тут ни при чем Как ни при чем? А кто тогда при чем? Кто придумал про нарисованный камин? Это мы Ваши преданные друзья Там за нарисованным камином Если вы помните Находится счастливая страна Ваш дворец Комната для грязи Зал игровых автоматов Апартаменты для трех разных семей Ну и так далее А зачем тогда рисовали эту декорацию? А чтоб никто не догадался Что там на самом деле? А вдруг кто-то все-таки догадается? А если и догадаются То не страшно Им все равно не поверят Это ж Страна дураков Кто ботекс колет каждый раз Вы не угадаете И вы не узнаете Кто в бункере сидит сейчас Вы все сочиняете Вы власть очерняете Кто обнулился на сто лет Кто нам помог пилить бюджет Кто в рай оформил все билеты Кто бы отложил на целый свет Я Такой без обнуленный Я Всегда во власть влюбленный Я Врагов всех он докажет Я Пидо совсем покажет Это Путин Как сказано у классика Крэкс-пэкс-фэкс вам А не золотой ключик от дворца Где деньги лежат Мы в правлении колхоза Уже устали от обвинений Насчет того, что мы все время врю Да Иногда врём Но разве в этом наша вина? Дорогие товарищи Не задавайте вопросы Тогда и не услышите лжи Внимание, внимание Передаём последние новости Нашими доблестными правоохранительными органами Задержит иностранный агент фейк Который уже даёт признательные показания Ещё раз повторяю Гражданин следователь Никакой я не фейк Моя фамилия Бадунец Да знаю я, что ты Бадунец Все вы у нас поначалу Ивановы, Петровы, Бадунцы А что потом? А потом Все вы чистосердечно признаётесь Признаёмся? В чём? В подрыве устоев нашего колхозного строя И лично товарища председателя И чем же его подорвали? Фейком То есть тобой, бля Но я же не фейк Сейчас будешь Свидетель Я здесь, гражданин начальник Вы опознаёте гражданина фейка? Опознаю И кроме того Я лично слышал, как он прилюдно Назвал нашего председателя Последним диктатором Европы И как это произошло? Он зашёл в мясной отдел И на весь магазин закричал Кто последний? Но я же имел в виду Кто последний за свининой? Вот Слышали, товарищ следователь? Он нашего председателя Ещё и свиньёй обозвал И что вы на это можете ответить, гражданин фейк? Ну что я могу ответить? Бог не выдаст, свинья не съест А вот это уже тянет на терроризм Ничего себе! Но ты, гражданин фейк, не волнуйся Тебе повезло! В самое ближайшее время Наш председатель подпишет директиву Об ответственности подследственных За страдания от насилия в тюрьме На митинге в свою поддержку Прошедшем в городе Гродно Наш председатель, товарищ Перетрахченко Назвал кадры с синяками пострадавших В ходе митингов людей постановочными Я, как главный колхозный участковый, подтверждаю Это не фейк Кадры с синяками действительно постановочные Каждому кадру синяки ставили лично мои орлы Ну что, охламоны, как успехи? Товарищ председатель, разрешите доложить Фабрика фейков вышла на проектную мощность Гоним конструктивный фейк сверх плана Ну-ну, показывайте Сию минуту Фейк номер один Майк и Ник Ну что, Ник, может снова организуем покушение На этого крутого и усатого председателя? Это опасно, Майк Говорят, что у него уж очень стальные яйца Так это ж уже было Вы б еще про фрау А вспомнили А мы вспомнили Внимание, фейк номер два Фрау А Товарищ председатель Как озабоченная женщина Пишу вам озабоченное письмо Извините, переборщили немножко с давлением Так она что у вас, надувная? Конечно, это же фейк Фейк номер три Крыса в ведре Товарищ Перетрахченко, гоните в шею этих халтурщиков Ничего нового они придумать не могут Товарищ председатель Товарищ Перетрахченко У нас ЧП Корова опять не дуется Как это не дуется? Вы что, не мотивировали корову нашими отечественными фейками? Ну, мотивировали И что? Так от наших фейков она опять только и делает, что на всех нас обсирается Запомни, товарищ лакей, и заруби себе на носу То, что наша любимая корова на нас обсирается Это информация для служебного пользования Совершенно секретная Правильно! А народу надо сообщить, что надуи повысились на восемьдесят три шестьдесятых процента А кто в это не поверит, тот будет иметь дело с моими красавцами Если нищает колхоз, если решает колхоз, тот, кто про это расскажет, получает сразу в нос Все это вообще красота Все это вообще чистота Ух, я тут хрась Фейки! Всюду бошный рост, бешеный прирост Не стоит в колхозе ни один вообще вопрос Ну что тебе не так? Рот закрой, дурак, проблем тут нет Фейки! Секрет свой главный я раскрою Народит, чтобы успокоить Меня всегда спасала ложь Ему по телику наврешь И делай с ним что хочешь Всяких бутерей Вышвырнув за шесть По моей статистике дела у нас хоккей Любят подлецы Председатель самый честный из людей Именно я указываю, кто в рот, а кто не в рот И пусть только попробует ему не поверить Где ж мой электорат Где ж мой электорат Слышать слова поддержки Жестокайше было бы рать А то, что не любят меня Что посылает меня Это фигня! Фейки! Я провел опрос Рейтинг ваш возрос Мудрый председатель Из руин поднял колхоз Тем, кто заявит, что нет Там жесточайший ответ У вас в башке Фейки! Секрет свой главный мы раскроем Народит, чтобы успокоить Нас всех всегда спасала ложь Людям по телику наврешь И делай то, что хочешь Эй, вы, пиндосы несчастные Слушайте сюда На самом деле, никакой самолет наш председатель не захватывал А спасал Европу от террористов Хамаса А теперь эти террористы Хамаса с нашей помощью едут к вам спасать ваш Евросоюз И вообще, ложили мы болт на ваши санкции Потому что у нашего президента Стальные яйца! Вот! Слушай, Пасаренок, все стеснялось у тебя спросить Ты сам видел, что у нашего председателя стальные яйца? Или это тоже фейк? Да черт его знает Но между нами, судя по их состоянию За 27 лет они у него давно уже проржавели Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин